Сотни военнослужащих сил специальных операций собрались на плацу 38-й бригады, чтобы отметить свой ежегодный профессиональный праздник. Представители разных поколений, мужчины и женщины, все они составляют основу элитных войск Вооруженных сил Республики Беларусь. С гордостью и честью голубые береты несут свою почетную и ответственную миссию, выполняя самые сложные задачи и продолжая славные традиции своих предшественников. Все они достойны высоких наград и самых теплых слов благодарности. Я рад, что сегодня 38-я бригада специальных назначений находится, дислотируется непосредственно в Бресте, у границ Запада и на территории фактически Брестской крепости. Это еще раз говорит о том, что в Беларуси будет порядок, как сказал глава государства. Пускай вспомнят, что такое Брестская крепость. Я желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия в семейной жизни, нашим ветеранам-десантникам, опять-таки самого крепкого здоровья и пожелать в этот день, чтобы вы были и несли честь достойнейшего солдата Республики Беларусь. С праздником! Особенно значим этот день для каждого, кто когда-то сам служил в 38-й бригаде. Мне в первую очередь приятно за 38-ю бригаду наблюдать ее достижения, успехи, так как сам командовал этой бригадой, это моя родная бригада. Приятно видеть молодых людей, которые служат сейчас, которые отслужили, ветераны приходят и все действительно гордятся своим родным соединением. После поздравительной части гостям представили яркую и зрелищную программу, куда вошли показательные выступления военнослужащих, а также музыкальные номера. Так как празднуют свой праздник, воздушно-десантные войска, так не празднует ни один род войск. И это справедливо, потому что боевое братство, как в ВДВ, ну, наверное, в любом роде войске есть боевое братство, но в ВДВ оно, наверное, самое крепкое. Да не, наверное, а точно. Я поздравляю все командование 38-й бригады, военнослужащих 38-й бригады, всех благ, мирного неба, и чтоб взлеты равнялись приземлению. Кто, если не мы – девиз голубых беретов. И в этом убеждаешься, глядя на то, как в совершенстве они владеют навыками различных боевых приемов, современным оружием и новейшей техникой. Дорогие друзья, аплодисменты этим мужественным парням. Я хочу сказать, что десантник – это в первую очередь состояние души, души человека, потому что не каждый здесь может служить. Действительно, бывает и сложно, и не всегда все получается, но тут на самом деле многому учат, многому чему сам учишься. Я служу здесь уже 9 месяцев, и на самом деле не только мои родители, мои знакомые видят разницу в том, каким я был до армии, каким стал в армии. Я сам замечаю эти изменения, и эти изменения только в лучшую сторону. Служба научила морально меня больше. Морально подготовила к дальнейшей жизни, которую меня ожидают. А десантников хочу поздравить будущих, чтобы они так же стойко, мужественно и отважно проходили эту службу, чтобы не боялись прыгать с самолета, вертолета и с любой техникой, которая их ожидает в небе. И в небе, и на земле они умеют побеждать в самых сложных условиях, бесстрашно сражаться, преодолевая страх и опасность. Но самый главный секрет в том, что не подвластно времени, ведь десантникам становится один раз и на всю оставшуюся жизнь.